Всем привет! С вами программа Культ Поход и я Дарья Козина. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Концерт Сергея Трофимова в Саровском драматическом театре. Премьера спектакля «Доходное место» по пьесе Островского. Всероссийский хоровой фестиваль духовной музыки «От сердца к сердцу». На сцене Саровского драматического театра выступил Сергей Трофимов. Певец, композитор и поэт исполнил как новые, так и давно полюбившиеся поклонникам композиции «Снегири», «Весенний блюз» и «Город Сочи». О том, как прошел концерт и где артист черпает вдохновение, смотрите в нашем репортаже. Сергей Трофимов выступает в Сарове не первый раз. Певец отметил, что город со времени его последнего визита стал более красивым и благоустроенным. И вот снова со сцены драматического театра звучал его баритон. Музыкант пел о социальных сетях, межнациональных отношениях, о жизни простого человека и, главное, о любви. Для кого-то он шансонье, для кого-то рокер или бард. Трофим же определяет свою музыку как постмодернистский урбопанк. Бесспорно одно – качественный звук и особая дружеская атмосфера – обязательные элементы его концертов. Сергей исполняет авторские песни и пишет их для других знаменитостей. Процесс создания текста и мелодии увлекает артиста. По его словам, это как конструктор, из которого потом складывается композиция. Вдохновение Сергей Трофимов черпает из классической музыки и занятий спортом. В последнее время, чтобы настроение поднять, слушаю Сергея Васильевича Рахманинова. Возраст, просыпаются какие-то консервативные предпочтения. Зрители услышали новые песни, у которых еще даже нет названия, о мечте и смысле жизни, а также с удовольствием подпевали давно знакомым композициям. Отпускали саровчане артиста долгими аплодисментами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Короче, я бы простодушно поменял свою судьбу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Песни о космосе и параллельной реальности. В молодежном центре выступила Владимирская рок-группа Ален Гарден. В репертуаре коллектива можно услышать смешения разных жанров, таких как блюз и тяжелый рок. О миксе звучания и интересах группы рассказал солист Антон Андрианов. Своей музыкой мы, прежде всего, несем культуру. И наша цель – это показать просто многогранность музыки и показать, что, наверное, рок – это не всегда что-то громкое, и иногда это интеллектуальное, тонкое. И все это можно сочетать. Основатель коллектива Ален Гарден Антон Андрианов по профессии инженер. В свободное время, помимо творчества, увлекается астрономией и даже собрал телескоп. Во время наблюдений за звездами он сочиняет музыку. Ален Гарден – это вообще направление в современной живописи. То есть это чужой сад, когда изображают чужие миры, планеты, возможно, вымышленные. А у нас, в наших инструментальных композициях, сквозит постоянно тема космоса, миров и всего необычного. В своем творчестве музыканты соединяют разные стили. В некоторых композициях проскальзывают блюзовые нотки, но в основном это тяжелый рок. Над тренджировкой работают все участники Ален Гарден. Мы постоянно между ними лавируем вот этими стилями, и нам это очень нравится. И, наверное, в каждой композиции у нас есть вот именно вот этот контраст, когда есть спокойная акустическая часть и более такое интенсивное нагружение – соло или рифовая часть. Сюрпризом для зрителей стало появление в руках музыканта светящейся гитары. Антон сам занимался ее модернизацией, установил светодиоды и блок управления. Инструмент программируется заранее под мелодию и светится в такт музыки. В планах музыканта создать концертную программу, в которой можно было бы показать сплав науки, техники и музыки. Саровская театральная труппа не перестает радовать зрителей своими премьерами. В этот раз новый спектакль поставил режиссер из Екатеринбурга Илья Рутенберг. Доходное место по пьесе Александра Островского – это история о трудностях поиска нравственных идеалов и своего места в жизни. Когда тебя 20 с хвостиком и когда мир строится на коррупции, лести и жажде денег. Доходное место спектакль о том, как тяжело молодому человеку начинать жить самостоятельно в мире взяточничества, расчета и лести. Как важно найти истинную любовь и следовать понятиям справедливости и чести. Пьеса Островского ярко олицетворяет пороки людей. При этом в постановке нет политических отсылок. Режиссер дает зрителю самому представить, в какой стране и в какое время живет главный герой. Пытаемся сделать человека, который в таком мире жить не может. Ему противно жить в таком мире. И он пытается построить какой-то свой, маленький, хотя бы который в ближайшем радиусе вокруг него. Но и это тоже невозможно. Поставил спектакль режиссер из Екатеринбурга Илья Рутенберг. С Саровской труппой он работает впервые. Главные роли исполнят Александр Полеха, Елизавета Казачкова, Максим Солнцев и Елизавета Лошманова. В пьесах Островского от индивидуальности актера зависит готовый образ, который зритель увидит на сцене. Характеры Островского, они такие очень монументальные, что ли, да. Незыблемые с одной стороны, а с другой стороны индивидуальная харизма какая-то, личность. Актера, который конкретную роль играет, она может очень такие серьезные внутри этого характера акценты свои расставлять. В спектакле Ильи Рутенберга есть хореографические вставки и визуальные эффекты, драма и юмор. Островский написал доходное место в 1856 году, но проблемы, которые он затронул, актуальны до сих пор. Режиссер отметил, что хоть и ставит пьесу в традиционной манере, но вносит в постановку современные решения. Мы не ставили задачу делать такого канонического Островского, вот как в Малом театре или как в Мхате Горького, это играли там в середине прошлого века. Боже упаси, мы в 21 веке живем, вот, проблемы как бы все те же, но они имеют сегодня другой окрас какой-то, вот, и, в общем, типажи какие-то, какие-то ведь ушли из жизни. Саровские зрители насладились постановкой, игрой актеров, поразмышляли о вечных проблемах вместе с героями доходного места. Посмотреть спектакль можно 7 и 8 декабря в Саровском драматическом театре в 18.00 для лиц старше 16 лет. Илья Рутенберг – главный режиссер множества российских театров, обладатель профессиональных наград, участник творческих лабораторий. В Сарове спектакль он ставит впервые. Нашей съемочной группе режиссер подробнее рассказал о постановке «Доходное место» и современных проблемах общества, которые она затрагивает. Я стараюсь все пьесы пока что ставить только один раз. То есть у меня нет такого, чтобы я одну и ту же пьесу ставил в разных театрах. Пока, во всяком случае, я не исключаю, что такое может быть, но это может быть только в том случае, когда я пьесу заново открыл. Вот я ставил там когда-то пьесу одну, а прошли годы, и я вдруг понял, что ее можно совершенно про другое и по-другому поставить. И когда я вдруг созрею до того, что вот я готов это сделать, я это, может быть, и сделаю. Вот. Просто очень часто бывает, что режиссеры как бы переносят один спектакль с одной площадки на другую, но это не про меня, мне это неинтересно. Как и в классическом психологическом русском театре, в центре внимания все равно актерская работа, вот, слово и жизнь человеческого духа, так это называлось, да. Вот. И в этом смысле он вполне традиционен. В плане оформления, в плане, может быть, ну, за Островским закреплена какая-то своя, в кавычках, фирменная интонация. Ну, вот тут, наверное, будет немножко другой Островский. Ни в коем случае не нужно это воспринимать как какое-то политическое высказывание. Вот я как режиссер говорю, в этом спектакле нет политического высказывания. То есть мы не призываем к чему-то, мы не говорим, что надо за кого-то голосовать, а за кого-то не надо голосовать. То есть даже не намекаем на это. Вот. Другое дело, что, ну, вот мы же понимаем, в какой стране же мы живем. Если сейчас в Ютубе набрать в поисковом запросе там взятка ГИБДД, он вам выкинет просто какое-то бесконечное количество роликов, записанных скрытой камерой, или как это называется-то устройство, автомобилисты используют. Вот. И мы увидим, увидев количество вообще вот этих случаев, когда работники ГИБДД берут либо вот штрафы прямо на месте, и еще и называют такие суммы какие-то, вот, чтобы всем было удобно. И, ну, мы же знаем, что это уголовно наказуемое, вообще-то, деяние с их стороны. Вот. Но судя по количеству этих роликов, и как они все время загружаются новые и новые, мы понимаем, что ничего не делается. И вот вопрос, вот почему? Вот почему их не наказывают? Почему их не увольняют? Почему их не разжалуют? А потому что тогда у нас некому будет управлять дорожным движением. Понимаете, вот очень такие важные слова Кукушкиной. Она говорит, вот это вот молодежь придумала слово «взятка», чтобы хороших людей обидеть. А на самом деле это не взятка, а благодарность, от которой грех отказываться. Понимаете, то есть то, что вообще-то считается уголовным преступлением, то, из-за чего на самом деле к чертям летит экономика страны, культура страны и какие-то, в общем, базовые вещи, на которых страна должна держаться. И то, что эти вещи происходят повсеместно, постоянно и везде, это то, что считается нормой, и то, что это уже какая-то неискоренимая часть нашей ментальности. Вот, это же ведь большая беда, если так подумать. В городском музее прошла Ночь искусств, на которой свою выставку представил муромский художник Федор Корней. Гостям удалось пообщаться с ним, а также увидеть выступление коллективов Дворца детского творчества и Детской школы искусств. Подробности смотрите в следующем репортаже. Главным событием Ночи истории в городском музее стало открытие выставки муромского художника Федора Корнея. Автор приехал на презентацию своих картин. Он рассказал о своей жизни и увлечениях в творческом пути. Федор Корней родом из Беларуси. Будучи студентом, был принят в молодежную секцию Союза художников. Это звание не так просто заслужить. У нас только два было, я и преподаватель. Ну, я где-то, ну, месяца два нос позадирал, потом успокоился, потому что некогда было. Я был представителем Союза студенческого у нас. Два института, было наш и худограф. Вот я организовал там студентом выставки в Минске, там, где придется. Автор привез в наш город свои пейзажи и натюрморты. Одну картину, посвященную весне, подарил музею. Экспозиция в Сарове будет работать полтора месяца. У каждого жителя города будет возможность прийти, познакомиться с творчеством. Это, в принципе, уже хорошо для наших горожан, знакомого художника. Он неоднократно принимал участие в выставках, и персональные у него были выставки, и в сообществе с другими городскими художниками. Этот художник широко представлен в нашей художественной салоне. После открытия выставки заработали различные площадки. Горожане смогли поучаствовать в викторинах на знании истории нашей страны и различных конкурсах, познакомиться с экспонатами музея, смастерить куклу-оберег и объемную открытку. Украсили праздничный вечер выступления детских творческих коллективов города. В конце октября в Черногории прошел международный дистанционный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Серебряный дождь». На нем наш город представила воспитанница детской школы искусств Василиса Афонина. Саровчанка стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». На международном конкурсе «Серебряный дождь» в Черногории Василина Афонина исполнила две композиции на русском и английском языках. В номинации «Эстрадный вокал» девочка стала лауреатом первой степени. Были сильные соперники, и я волновалась перед награждением. Пели они тоже достойные, современные песни. На конкурс съехались участники со всех уголков мира – России, Германии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Жюри оценивало конкурсантов в номинации «Хореография», «Вокал», «Театральное» и «Инструментальное искусство». Чтобы попасть на конкурс, Василине предстояло пройти дистанционный отбор, на который девочка отправила аудиозапись композиции. За лучшее и оригинальное исполнение песни жюри признала юную певицу победителем заочного тура. Эта победа стала путевкой на очный этап конкурса. Любовь к музыке Василине привили ее родители. Я пела всегда. У нас очень творческая семья. Мама поет, очень творческий человек. Папа пишет стихи и музыку. Я даже с его авторскими песнями выступала на городских концертах. Например, в театре на 9 мая с его песней «Бессмертный полк». Мама Василины Татьяна постоянно поддерживает дочь. На все концерты они приезжают вместе. Именно Татьяна стала первым наставником Василины. Она научила ее держаться на сцене и правильно исполнять песни. К каждому конкурсу они серьезно готовятся. Конечно, мы волнуемся, потому что разные ситуации были. Но вообще мы уверены в себе. Мы ждали, что там первое, второе. Гран-пире мы понимали, что мы не выиграем, потому что это обычно всегда получает большой коллектив. Каждый конкурс для семьи Афонинах – это новая возможность познакомиться с интересными людьми, перенять опыт, а также принять участие в различных мастер-классах. В планах у Василины отправиться на мировые конкурсы. Сначала девочка поедет в Китай, а после – в Италию и Испанию. В нашем городе прошел восьмой всероссийский фестиваль хоровой и духовной музыки «От сердца к сердцу». Он традиционно проводится раз в три года. В этом году своим творчеством поделились хоровые коллективы из Долгопрудного, Лобни, Сарова, Заречного, Москвы и Нижнего Новгорода. Наша съемочная группа побывала на открытии фестиваля. Подробности смотрите далее. Раз в три года хоровые коллективы со всей страны встречаются в нашем городе, чтобы с головой окунуться в мир духовной музыки и творчества. В этот раз в Сарове собралось около 700 участников из Москвы, Нижнего Новгорода, Заречного, Лобни и Долгопрудного. После торжественного открытия первым в свою концертную программу представил камерный хор Московского физико-технического института из города Долгопрудный. ПЕСНЯ Участник коллектива Дмитрий Вертелецкий второй раз приехал на фестиваль «От сердца к сердцу». Молодой человек считает, что для хоров поездка в наш город – отличная возможность отдохнуть от конкурсов и насладиться духовной музыкой. Фестиваль «Отдых», на котором мы приятно проводим время, занимаясь музыкой, нашим любимым делом, отдыхая от будней и действительно наслаждаясь тем, как здесь все хорошо организовано и насколько здесь теплая атмосфера передачи искусства от одного, от какого-нибудь, я не знаю, региона России, в том числе, например, от столичного, вот, к местным хорам. В первый день перед зрителями также выступил молодежный хор «Контраст» Нижегородского губернского колледжа. Он приехал в составе 55 человек. В репертуаре коллектива канонические духовные композиции органично сочетаются с современными звучаниями классических произведений. Взяли всем известные произведения Лернатова, стихотворения «Молитва», которую знают все. И вот очень современный композитор, к сожалению, недавно ушедший из жизни Юрий Фалик, современные гармонии, современное прочтение. И вот эта же молитва, которая в 19-20 веке звучала у всех на устах. До конца фестиваля перед зрителями также выступили Академический мужской хор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Саровские преподаватели и воспитанники детских школ искусств и другие участники. На галоконцерте организаторы подвели итоги и наградили коллективы, которые показали оригинальные подходы к исполнению хоровой музыки и высокое профессиональное мастерство. Почаще ходите на концерты, выставки и спектакли. В нашем городе всегда можно интересно провести время и культурно обогатиться. С вами была программа «Культ походы» и я, Дарья Козина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова